Туман безопасности. Такое загадочное название носит одна из новейших разработок, представленных на международной выставке Интерполитех в Москве. Это ноу-хау в охранной системе. Комплекс называется Туман безопасности. Устанавливается в незащищенных помещениях и позволяет предотвратить преступления. Самый зрелищный объект – инновационная система защиты от ограблений, которой наверняка заинтересуется служба охраны банков и магазинов. Давайте попробуем, например, ограбить банкомат. Благодаря этой единственной в России системе остановить ограбление можно еще до приезда полиции. Из-за дыма грабитель просто ничего не увидит. Помимо традиционных, есть и новые способы противодействия злоумышленникам. Одним из таких может стать обыкновенный дым. Решение заключается в том, что в защищаемом помещении монтируется небольшой генератор тумана. В случае тревоги, в случае опасности или вооруженного ограбления, или любых противоправных действий, этот генератор тумана активируется, моментально заполняет все помещения густым, плотным, непрозрачным туманом. В тумане легко дышать, он не имеет никаких слезоточивых эффектов, он не оставляет осадка. Единственное его воздействие – он создает нулевую видимость. Среди экспонатов объекты, которым охранники не нужны вообще. С преступником этот банкомат расправится сам. Как только вор попытается взломать аппарат, его тут же накроет газом и оглушит сигнализацией. А как там вообще? Какой-то запах чувствует? Это… она безвредная. Это пар. Они называются дымовые, но дым предполагает твердые частицы взвешенные. Также может включаться очень громкая звуковая сирена. Это дополнение нашей системы и работы с робоскопом. Долго его нет. Если, например, человек азом болеет, никак не приедет? Нет. Вообще никак. Нет. Минута прошла. Надо подобрать из четырех цифр код на этот. Ну, он знает этот код, надо просто его набрать. Просто не видно, да? Ну как, получилось? Не получилось? Просто ты, зная, зная, зная код здесь, не смог его набрать, да? Нет, абсолютно не видно. Это еще с учетом того, что у нас включена звуковая сиренализация. Да, без звука, да, да, было только что. Фантастика. Ну как? Признаюсь, ничего не получится. Невозможно, да? Мало того, даже если я начинаю… Да, сейчас дверца, да. Даже если начал присматриваться, то уже через короткое время в глазах появляется некая рябь. Да, 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 да. За счет вот этого моргания. Это как будто вот шашечка вот в поле зрения. Да, 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 да. То есть вблизи совершенно невозможно. А вблизи это, ну, вообще бесполезно. Вот пятерку я как-то еще поставил. А не то, только потому, что она еще не заполнилась до конца. Ну да. Успел. А дальше все уже нет. Спасибо. Сам туман, он в нем легко дышится, он безопасен, он не оставляет никакого осадка. Смысл в том, что грабитель не может ничего не видеть на расстоянии нескольких сантиметров. Буквально 20 сантиметров, венемость падает. Грабитель теряет ориентацию, не видит, где охранник, приехала ли полиция. Если работает звуковая сирена, то не слышно напарников, нельзя пользоваться рацией, и он полностью дезориентируется. Это заставляет грабителя покинуть помещение в считанные секунды. Это единственная в России система, которая позволяет безопасно останавливать ограбление до приезда полиции. Группа людей в масках, вооруженных молотками, осуществили налетный ювелирный магазин средь бела дня. Но они были вынуждены выбежать спустя всего 15 секунд, оставив весь персонал в недоумении. Как все произошло? А теперь я предлагаю открыть дверь. В противном случае Дэйв не сможет выбраться самостоятельно. Воу, 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 совсем ничего не видно. Как здорово выйти на дневной свет, это непередаваемо. На собственном опыте убедился, как работает эта система. Я был шокирован этим фактом внезапности, могу с уверенностью заявить, она в высшей степени эффективна. Ну, вы видели, как я сейчас выходил. Что ж, это был Смоук Скрин. Британская компания Concept Smoke Screen утверждает, что разработанная ими система стала эффективным решением в предотвращении краж и ограблений. При ослеплении преступника клубами густого непроницаемого дыма может быть спасено абсолютно любое имущество. Это генератор Смоук Скрин. В случае активации он начинает вырабатывать густые клубы ослепляющего и отпугивающего дыма из этого отверстия. Мэтт Гилмартин – директор по продажам компании Смоук Скрин. Он советует использовать Смоук Скрин для мгновенной остановки проникновения преступника, в том числе вооруженного ограбления. Как это остановит вооруженного преступника? Во-первых, и что очень важно, густой туман не позволяет злоумышленнику видеть то, зачем он пришел, и дезориентируй его. Он больше не может ориентироваться в пространстве. Исследования показывают, что используя Смоук Скрин в ситуациях, где необходима экстренная защита, и когда вооруженный преступник врывается с целью нанести реальный ущерб имуществу или здоровью, внезапное появление густого дыма буквально обезоруживает преступника и гонит его вон. Нулевая видимость для него в конечном счете означает отсутствие контроля ситуации и конец игры. Эта технология, производящая клубы термически вырабатываемого нетоксичного дыма, используется в банках и различных торговых помещениях уже на протяжении более 40 лет. Технический директор Тревор Диннингтон утверждает, что дым безопасен как для человека, так и для окружающей среды. Этот дым невероятно эффективен, особенно в сочетании со стробоскопом и невыносимым высокочастотным шумом. Охранный дым в сочетании с мощным стробоскопом и источниками белого шума может сделать окружающую обстановку настолько невыносимой, что заставит сбежать любого. А вот эту систему нам предложили проверить самим. Зайти в небольшой павильон и сдвинуть с места макет банкомата, сымитировать его ограбление. Но сразу предупредили, будет шумно и дымно. И тут начинается. За несколько секунд кабина заполняется невероятно плотным дымом. Плюс на злоумышленника психологически давит оглушительная сигнализация и свет стробоскопа. Результат – полная дезориентация и желание поскорее убежать. Ощущения, конечно, не в приятных, но, как говорят разработчики, сам дым абсолютно безвреден для человека. По составу он схож с тем, который, например, используют на дискотеках или на концертах. Правда, это еще и пугает. Вот мне возвращаться обратно совсем не хочется. Владельцы ювелирных магазинов в Лестере надеются, что новая охранная система поможет снизить количество ограблений на так называемом «Голден Майл». Сотрудники полиции рекомендуют владельцам магазинов на улице Белгрейв использовать смокскрин для предотвращения дальнейших нападений. Репортаж Сары Тил. На съемке CCTV видно, как группа людей в масках врываются и громят магазин «Биппин Джулейс» на улице Белгрейв в «Голден Майл». Всего лишь за 24 секунды они унесли украшения на сумму в 80 тысяч фунтов. Также в июне прошлого года на магазин было осуществлено другое нападение. Теперь полиция в Лестере надеется, что система смокскрин поможет владельцам магазинов. Как вы видите, смокскрин наполняет магазин густым дымом, не позволяя грабителям что-либо увидеть. Если грабители проникнут в магазин, вы можете активизировать систему нажатием одной кнопки. За считанные секунды магазин наполняется густым дымом. Это мешает ворам выполнять их работу. Они бросают оружие и бегут вон отсюда. Эта система уже доказала свою эффективность. Два магазина на улице использовали смокскрин во время попытки ограбления. Оба раза преступники ушли ни с чем. Смокскрин уже доказал свою эффективность в реальных случаях нападений в этом месте. И я уверена, что он сработает снова. С начала 2010 года были зафиксированы пять случаев нападений и два ограбления со взломом в этом районе. Для владельцев ювелирных магазинов это имело эмоциональные последствия и нанесло реальные финансовые убытки. Они уверены, что эта новая система сможет помочь им предотвратить будущие налеты. Продолжение следует... Продолжение следует...